От героев былых времен Этот вечный огонь нам завещанный одним Мы в груди храним Я Харченко Петр Яковлевич 1927 года рождения В 1944 году нас призвали в армию Двоюродный и третий-троюродный брат Мы как из дома пошли И все время вместе и вместе и вместе В один день На утренней поверхности появился До нас в расположении командир полка И произнес речь Что вы еще не взрослые Нет вам по 18 лет Но Родина требует вашу помощь Добровольно вы можете поучаствовать в разгроме врага Я вышел первый За мной братья И за нами потом пошли Цок-цок сапогами 29 человек всего Дали согласие И мы отправились на передовую Я думал санковым полиночком буду У нас в роду все охотники были И еще то меня крепко тянуло Именно что отец уже и брат старший воевали Без конца пишут Как тяжело Им приходится И я решил, что я смогу многое во многом им помочь Говорят, как на войне страшно или нет Нет, не страшно Единственное, чего я боялся Не лягти у землю Не лечь задаром Как-то по ошибке Или по невдаче там 26 апреля Уже были мы в Берлине Вечером Видать Хорошо Берлин, он так В лощине Как у тарелки И все серое Ну, мы полюбовали, значит И Как только тиммет начало Из Берлина Когда Прорвался Отряд Немецких Солдат Восемьсот пятьдесят человек А нас Девяносто три всего было И они до утра Покуда Расцветать началось Семь раз Шли в атаку И все Семь Отак Отбил наш батальон Когда Утром остались мы в живых И пошли мы проверять Надо же проверить Подвалы Чердаки Постройки Заходим Один дом проверили Второй Ничего не обнаружили В третий дом заходим Открываем Подвал Автомат держу А влево уже Фонарик Жив-жив-жив-жив Как присвечу Восемь человек Их И вот такие В плечах И я сразу Резко закричал Ханды хох Ну Они идут Значит Выходят А в них оказывается Закон такой был Клятву дает он Преданность Ну Покуда оружие есть Боеприпасы А нет боеприпасов Туда что Туда сдаваться Вот Это Повезло мне Крепко Начальник штаба Полка Приходит к нами Говорит Орелики Ваша помощь Ваша помощь нужна Крайне Наш полк Залег Увесь Заложили Два Два пулемета Бьют Оттуда и тут Ну что ж мы раз Что нам собираться Раз Раз автоматы Пошли Мне он дает Хваус патрон Начальник штаба Говорит Вот так Вот тот дом Надо будет Приблизиться на 150 метров И уничтожить второй этаж Ну я Понад домом И ребята Братья За мной Четверо Вместе Понад домами Понад домами Приблизились Уже можно было Смерть Я сразу Раз Вышел Еще Прошагал Метров пять Или шесть И Тот Ударил И угол Дома Паус патрон Это сильное оружие Невеское От Отвалилось Пол дома Сразу Ну и я Значит Теперь Должны мы Быстро Приблизиться К дому Чтоб гранату Бросить И за гранатой Сразу В окно Но я Два раза Шагнул И все Хлопок Как Чем-то Чем-то Большим А легким Хлопнул Я упал Упал Ну что упал Подниматься надо Я А Руки Левой Нет И Такая Тяжелая Тяжелая рука И я Начал Перевернулись Смотрю И я думаю Выбросить Я подумал Что снарядом Отрезало Я Дергать Дергать Нет Не Не И лопатку вывала. Это вообще-то для молодежи интересно, если показать рану. Что способен выдержать человек? Спереду 8 на 4 рана, а сзаду 11 на 7, как ладонь. И лопаткой как не было. У 2 часа меня ранило. А проснулся уже вечером, уже на третьем этаже, у госпиталя. Уже лежал я, приходил в сознание после наркоза. За 8 месяцев 8 операций сделали пальцы, начали шевелиться только на 5-м месте. Пришел домой, молодой, 18 лет, а уже инвалид. Ну что, я понял, только надо учиться. Закончил 10 классов, уже работая заведующим сепараторного пункта. Поступил в Россошанский мясомолочный техникум, закончил техникум и поступил в Вологодский всесоюзный молочный институт. Ну что я мог делать? Только молоко возить. Так, молокосборщик, от молокосборщика, и закончил я заместителем Алексеевского молочноконсервного комбината по заготовкам. Находятся такие смешки. Если бы Германия победила в Отечественную войну, так мы бы сидели, баварские пиво пили в ресторанах, а не работали ничего. Это безумие, это глупость. Мне часто задают вопрос, что тебя заставило в 18 лет пойти добровольно. Понимал я, что значит больше на то, что на куски разнесет, чем остаться в живых. Понимал я. А я воевал за то, что над моей матерью с автоматом не стоял он паразит, этот фриц. Вот за что я воевал. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. КОНЕЦ Продолжение следует...